И стареешь ты, Милорад? Никак не пост, и не старе, и Милорад. Мы всегда рады оказать вам помощь и поддержку. Внимательно наблюдаем за ситуацией на Балканах. Мое отношение вы хорошо знаете по всем случаям и вопросам, которые существуют, и тем событиям, которые произошли в дружественной нам Югославии, когда ее просто расчленили на части. Знаете мою позицию, отношение к вам в самые сложные времена, я имею в виду Сербию, когда она подвергалась бомбардировкам. Знаем, что вам там порой непросто, но вы мужественно сражаетесь, мы это приветствуем. Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей, людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне, и вы на нас можете рассчитывать. Словом, вы приехали к своим друзьям. Другой господин президент, я рад вас видеть в добром здравии, и я уражаю удовлетворение, что вы нашли место и время со мной встретиться. Я очень рад нашей встрече, и вас лично я воспринимаю как друга нашего народа, больше сказать брата. Вот я вчера говорил господину министру, что впервые мы с вами встретились в 2000 году в напраздновании двухтысячелетия христианства в Иерусалиме. И вот продолжается. И несмотря на все вызовы, наша дружба продолжается. Я знаю, что и ваша страна тоже под давлением санкциями Запада. Хочу сказать, что мы в Республике Сербской не позволили, чтобы Босния-Герцеговина голосовала за санкции. Конечно же, нам нелегко было одолеть то давление и Брюсселя, и Вашингтона, но мы остались последовательными. Все руководство Республики Сербской на данный момент под британские и американские санкции.